Ежегодное обращение губернатора региона к жителям – это подведение итогов и постановка новых задач. В этом году мероприятие обещает быть особенным. Речь пойдет о том, чего удалось добиться в Подмосковье за последние пять лет. Именно столько регионом руководит Андрей Воробьев. К лидерству курсом президента пять лет назад в Подмосковье приняли стратегию движения вперед, идеологию лидерства. А сегодня подводят своего рода итоги и определяют дальнейший план работы. Приоритетом остается развитие экономики. За пять лет валовый региональный продукт Подмосковья вырос в полтора раза и составляет 3 триллиона 750 миллиардов рублей. Глава региона поставил задачу – увеличить объем инвестиций в экономику региона и создать максимально комфортные условия для бизнеса. Подмосковье должно стать лучшим местом для предпринимателей. Поручаю Министерству экономики и финансов найти дополнительные ресурсы для того, чтобы увеличить их с 10 до 15 процентов бюджета области. Считаю эффективной мерой будут гранты, гранты муниципалитетам, которые имеют лучшие концепции, лучшие проекты новых заводов, фабриков, новых точек роста. Предлагаю предусмотреть на это 1 миллиард рублей. Комфорт жителей был и по-прежнему остается основой в работе. Здравоохранение, спорт, образование и другие сферы и направления, ежедневно затрагивающие жизнь населения. За последние годы построены и открыты пять центров материнства и детства, в том числе и в Щелкове, в результате чего удалось снизить в два раза младенческую смертность. В области развернуты масштабные работы по ремонту больниц и поликлиник. За три года привели в порядок порядка 500 учреждений. Открыты сосудистые центры, как результат снижения на 38 процентов потерь от инфарктов и инсультов. Но по-прежнему остро стоит вопрос нехватки врачей на местах, в особенности терапевтов и педиатров. И здесь необходимо предусмотреть меры поддержки специалистов. Прошу правительства области проработать вопрос увеличения зарплаты терапевтам и педиатрам, которых нам особенно не хватает. А главам, поручая вместе с Минздравом, найти врачей и предоставить им жилье. Щелковский район в этом направлении один из лидеров в регионе. В минувшем году удалось предоставить медикам более 90 квартир. Мы поставили себе задачу, как можно больше привлечь кадров высокопрофессиональных. Мы выполняем. Мы выделяем достаточно квартир, мы выделяем достаточно субсидий, мы выделяем достаточно мест в общежитиях, для того, чтобы к нам приходили лучшие представители сферы здравоохранения. Активно реализовывалась программа строительства детских садов. Построено 400 просторных и комфортных дошкольных учреждений. Вместе с тем уделяется внимание и ремонту действующих садиков. Сегодня в приоритете школы. Задача номер один – ликвидация второй смены. За пять лет мы построили 100 школ. За следующие пять, внимание, должны построить еще 200. 100 построили, еще должны построить 200 школ. Расширяем действующие, успешные учреждения. Школу номер 6 в Матищах, в Лобни, в Медвежьих озерах будут сделаны современные пристройки. Внимание, остается прикованное к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но в минувшем году, благодаря региональной программе «Мой подъезд», в области преобразились почти 38 тысяч территорий. А в 9 тысячах домов за четыре года произведен комплексный капитальный ремонт. Губернатор поставил задачу организовать работу по рейтингованию управляющих компаний, чтобы на местах работали исключительно добросовестные УК. Поручаю Хромушину этим заняться и предоставить, организовать рейтинг управляющих компаний. Они должны быть включены в работу, жители платят деньги, они должны соответствовать всем самым современным стандартам. Они не голова должен бегать с дубиной за нерадивыми управляющими компаниями, как, к сожалению, увы, это происходит. ЖКХ – это основная проблема, над которой мы будем работать, работаем и будем работать. И я благодарен губернатору, что он сегодня отдал указание министру ЖКХ навести порядок с управляющими компаниями. Может быть, это как-то изменит систему оценки этих управляющих компаний. Также подвели итоги и определили задачи благоустройства дворов и создания зон отдыха для жителей, строительства спортивных объектов, борьбы со свалками, развития дорожной сети, поддержки обманутых дольщиков и многих других направлений. В ближайшие годы необходимо внедрить на территории Подмосковья раздельный сбор мусора, обновить треть автобусного парка и продолжить строительство индустриальных парков. В целом, обращение губернатора к жителям задало вектор развития муниципалитетов на ближайшие несколько лет и определило направление движения. Мы участвуем во всех программах. И самое главное, что на дальнейшую перспективу, еще на дальнейшее, ну до 2020 года, у нас тоже есть множество объектов. Это строительство новых школ, это строительство и ремонт детских садиков, в том числе для того, чтобы были открыты ясельные группы. Но самое главное, что единая команда, мы все идем курсом президента России. Акценты, которые я для себя, для Щелковского района обозначил как председатель комитета по имущественным отношениям и землепользования, это прежде всего развитие экономики. Вот нужны такие решения и меры, чтобы у нас все места, а их у нас очень много, они должны получить импульс развития. По указам президента Российской Федерации, этот год 2018 объявлен годом волонтерства. И соответственно, на территории Московской области, на территории Щелковского района, в частности, различные волонтерские движения, общественные движения будут развиваться с большей силой. Невозможно за один год все поменять, но то, что есть движение вперед, и мы видим уже определенный результат, это очень важно.